Только в сентябре эти ребята впервые переступили порог школы, а уже сегодня одни финалисты городского марафона «Саммит». В последние дни школьных каникул самые начитанные и эрудированные ученики младших классов выяснят, кто из них достоин носить почетное звание победителя и призера интеллектуальных состязаний. Задания идут на общую эрудицию, именно на метапредметные результаты. И сегодня больше заданий, например, дети выполняют на логику. Требования к ученикам как старшей, так и начальной школы с каждым годом растут. Теперь ребята должны не только успешно осваивать обязательные дисциплины, но и показывать знания сверхшкольной программы. До недавнего времени метапредметные интеллектуальные состязания проводились только для старшей и средней школы. И вот уже в пятый раз марафон для начальных классов собирает во Дворце детского творчества маленьких эрудитов. Первоклассник из 15-го лицея Федя Галкин очень любит математику, а особенно изучать таблицу умножения. Ее надо учить, потому что, чтобы стать умным, выбрать хорошую работу. Арина Будина из 2-й гимназии тоже любит решать примеры и задачи по математике. Еще один любимый предмет девочки – русский язык. С заданиями финала городского интеллектуального марафона первоклассница справилась без особого труда. Я просто люблю задачки всякие решать. Мне захотелось. Я люблю в школе задачки решать. Для того, чтобы определить финалистов интеллектуального марафона, организаторы провели несколько этапов. Первый – дистанционный, где школьники отвечали на вопросы вместе с родителями. Тех, кто лучше остальных справился с заданиями, пригласили на полуфинал. В общей сложности свои силы тогда проверили порядка 700 человек. В третий – финальный этап интеллектуального марафона вышло 85 ребят. Для них как раз и организуем такой праздник, чтобы они почувствовали себя героями сегодняшнего дня. И этот конкурс, марафон, он как раз на выявление именно лидеров, интеллектуалов. Это не командная работа. Итоги интеллектуального марафона подведут 15 ноября на торжественной церемонии награждения призеры. И победители получат грамоты и ценные призы. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.